А кто тут у нас? Знакомьтесь, друзья, это Джерри, он же Жоржик или Жорик. Я вообще его называю Жориком. О, такой сладенький, сладенький. Это маленький котенок, которого нам оставили буквально на месяц посмотреть за ним, потому что хозяева уехали в отпуск. У нас он уже живет неделю, уже привыкли к нему, ужасно любим, не знаю, как вообще отдадим. Несмотря на то, что у него такая ангельская внешность, он, конечно, тот еще засранец. И вот каждое утро, я вам клянусь, каждое утро мы просыпаемся с мыслью о том, что на этот раз он сделал ночью. Потому что вот выходишь из комнаты и думаешь, так, значит, где он уже на этот раз напакостил? Потому что все, что лежит криво, на столах, на тумбочках, все сразу же сбрасывается вниз. Туалетная бумага, всякие кульки у нас размотаны сразу же. Чего ты притих? Это все про тебя. Помадец такой, ну, сладенький, кисуч. Смотрите на эту мордочку, вот как на него можно обижаться? Какой? Нет, мне обидеть не надо. Такая прям любовь, любовь, на балконе тут стою. Тут, кстати, вещи у меня сушатся, это что? Вся вообще сложность ухода состоит в том, что хозяйка попросила не кормить его кормом, потому что он еще маленький, ему 6 месяцев. И я каждый день беру ему рыбу, у нас нет вытяжки, это отвратительно пахнет. Еще мне надо ее чистить, потому что хозяйка говорит, что он может подавиться какой-то косточкой или, короче, каким-то плавником. Это все вручную вычищается, ему даются только кусочки филе, причем маленькие, потому что большие он ест. Почему-то он не хочет жевать у нас, хотя зубы у него определенно режутся. Он кусает все, что только можно, включая, кстати, тапочки и шлепки. Что касается его сутка, тут тоже подвох, то есть хозяйка не хочет его приучать к наполнителю. Скажем так, она предпочитает более бюджетный вариант газетку подстилать, короче, вы поняли. Вот, конечно, наполнитель удобнее, потому что ты его меняешь раз в пару дней, если я не ошибаюсь. То есть это намного проще в уходе и нет никаких лишних запахов. А нам нужно брать специальные средства, чтобы вымывать угол, где стоит его лоток, потому что это все, опять же, запахи. То есть, конечно, если бы это был, ну, наш котенок, намного было бы легче, потому что, ну, мы бы к нему, скажем так, проще бы относились. Вот, значит, о чем я говорила. Эх, после работы захожу на кухню, а тут, да, это все специи, которые он разбросал. То есть, это было на верхней полке, чтобы вы понимали, не вот здесь, а на верхней, вот здесь. Он залез туда и сбросил целую кучу приправ. Я не знаю, как я сейчас буду это все собирать. Просыпала все оно. Сегодня я решила почистить ковер. У меня тут в кухне такой вот здесь угол, у нас здесь постоянно стоят мусорники, и все ужасно в пятнах. Для сравнения, ну, вот этот грязный кусочек и здесь более-менее чистый, светлый. Заодно хочу протестировать вот это вот средство, которое называется Bio Carpet. Это такой шамбун специальный для ковров. Посмотрим, как он работает. Здесь я его разбавила уже в миске, сбила пену по инструкции. И сейчас будем наносить. Под дверью кто-то пытается пролезть. Как по мне, цвет стал более однородным. Слегка оживился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот вам прелесть и обладание котом. Мои кисточки для макияжа. Все рассыпано. Вот где он это все достал. Открыл нашу клятку сам лапой. И все высыпал на пол. А вот вам еще примеры. Лопатка для жарки. Мусорник перевернут. Ну, короче, полный комплект. Да, Жорик? Не стыдно тебе? О, Господи. Понятно. У Жорика в меню сегодня хек. Тушка вот такая я сейчас варю. Это его любимая рыба. На ужин у меня сегодня салат. Сейчас я его заправлю. Заправляю я его оливковым маслом. Вот такой у меня уже заканчивается. Сегодня купила еще одну ему на сменку. В принципе, особо разницы не чувствую. Естин я не люблю, когда она горькая. Я знаю, может, это полезнее, как-то там лучше. Но, тем не менее, мне неприятно такое. Поливаю так щедренько. Обожаю сезон овощей. Я очень по нему скучаю, потом и смой. Поэтому сейчас с удовольствием обжираюсь этим всем. По-другому это действительно не назовешь. Потому что я могу съесть вот такую вот всю тарелку. Причем одна. Тут у меня помидоры. Тут у меня зеленый лук. Обязательно огурцы. И сладкий перец болгарский. Салат готов. У Сереги здесь жарится картошка, как обычно его любимая. И у меня на ужин, кроме салата, еще будет обезжиренный творог. Вот такой вот зернистый. И сочетаю его с салатиком. Кстати, самое оно... Что такое, Жорик? Ты у нас худеешь или нет? Понятно все с тобой. Да, да. И хотела бы показать, чем я сейчас завтракаю. Я ем ежедневно утром овсянку уже месяца 4. Причем покупаю только нортик. Чем она мне нравится? Во-первых, она быстрого приготовления. Во-вторых, она очень нежная. Такая, знаете, не сухая. Там эти застарелки в горле куски. А вот именно текучая. Не знаю, как это объяснить. Ну, короче, я надеюсь, вы поняли. К овсянке я обычно добавляю чернослив. В последнее время очень его полюбила. Прям хочется не могу. Я знаю, что не совсем полезно. Но стараюсь хотя бы мыть его. И есть по 4 штучки на завтрак. Еще нашла вот такой вот журавлын. Это, наверное, клюква на русском языке. Она в половинках идет такая сушеная. И почему-то у нее не указан в составе сахар. Это вообще здесь состава нет. Это очень странно. Хотя она очень сладкая. Насколько я знаю, клюква вообще кислая. 342 калории у нас здесь идет. Поэтому, в принципе, я добавляю щепотку, наверное, в кашу. В общем-то вкусненько. Если прям хочу сладкого. Вот, кстати, хороший способ заменить сладкое кофе. Потому что кофе без сахара я пить не могу. Но сладости исключить можно. Это вот такая вот малютненькая морковка. Вот такая вот она свеженькая. Уже все почищенное. Можно сжевать. А сегодня я буду ужинать с Леонардом с теорией большого взрыва. Ну, как раз, видите, тоже тарелочкой салата будет. На самом деле, завтра у меня довольно тяжелый день. Мне нужно попасть в клинику к офтальмологу. Вернее, это будет не клиника, а центр микрохирургии глаза. Это так называется. Для чего я туда иду? Дело в том, что у меня начало падать опять сирение. Не опять, а снова. У меня появились какие-то отеки. Я не знаю, вам будут видно или нет. Потому что я хожу в очках. Мне кажется, и линзы это все усугубляют. Видите, вот эти вот мешки. Я понимаю, что у меня нависшая века. Но не настолько. Вот. У меня постоянно вот тут вот слезные протоки. Что-то с ними не то опять же. В том числе, хочу посмотреть свое давление внутриглазное. Потому что это важно. У меня очень часто, блядь, склеры глаз. Самое интересное то, что вот если делаешь диагностику в какой-то оптике, это занимает, ну, от силы минут 15. Вам по табличке проверяют зрение. Еще смотрите такой кружочек. Там, где воздушный шар такой цветной. Не знаю, у всех это такое. Это только у нас. А в этой клинике я буду проходить диагностику 2 часа. 2 часа будут смотреть глаза, проверять кристаллик, смотреть глазное дно, проверять сосуды. Короче, полный анализ. Я, конечно, слегка волнуюсь. Потому что, если мне скажут, что все плохо, я смогу сделать операцию на глазах. А я очень этого хочу. Мне уже очень надоели линзы, очки и все, что с этим связано. Надеюсь, это быстрее закончится. Но будем смотреть, как оно будет. Продолжение следует...